День добрый, дорогие друзья! Я тут присела у земляничной своей грядочки неспроста, конечно же, собрать урожай. И я смело могу сказать, что один из лучших сортов земляники это барон солимахер. Я увидела только одни плюсы, минуса не было, мной не замечено ни одного. Первый плюс это то, что растение размножается семенами и делением куста, у него нет усов. Для меня это большой плюс, не надо ходить усы, как говорится, отдирать, выбрасывать, не выбрасывать их, оставлять, не оставлять, насколько будет загущен куст, не загущен, вот именно из-за этих усиков. Поэтому я могу сказать, что это один из плюсов. Второй плюс, конечно же, это растение плодоносит в первый же год посадки. Вот посмотрите, какой большой куст. Вообще сам куст очень большой, я могу сказать, и он нарос за этот сезон. Посадила я семенами зимой, и за этот сезон выросла вот такая огромная шапка. Это второй плюс, то что она плодоносит в год посадки. Следующий плюс, это, конечно же, очень крупные ягоды. Я могу сказать, что землянику я видела разную. В основном она идет такая мелковатая, вот именно барон Салемахера достаточно крупная земляника. Еще ее плюс, она очень ароматная, она очень вкусная. И знаете, она очень проста и нетребовательна к уходу. Но, в принципе, я как посадила ее летом, да, я летом ее, потому что у меня времени весной не было садить. Я посадила ее в начале июня, и за летний период такие шикарные, хорошие кусты наросли. И она еще из ее плюсов обильно плодоносящая. Плодоносить она будет до самых заморозков. Вот и под снег она уйдет уже с ягодами. Ну, конечно, с зелеными, потому что спелые мы все соберем. Ягоды я собираю примерно через день, через два, бывает через три тоже, когда, как по времени. Но два-три дня на созревание достаточно, чтобы собрать хороший урожай, которым можно полакомиться. Не только я лакомлюсь, но и вся моя семья лакомится. Нам, в принципе, этого хватает. Эта земляника морозостойкая. Укрывать я ее не буду ничем. Она спокойно перезимует. Поэтому, друзья, если у вас еще не растет земляника, или земляника этого сорта, обязательно посадите. У нее и всхожесть хорошая. У меня семенами она взошла в 100%. Это тоже огромный, кстати, блюд. Ее можно и замораживать, и варенье с нее делать. Но, конечно же, я этим не занимаюсь, потому что мы все съедаем в свежем виде. Вот с этой грядочки я набрала вот такое количество, вот такую чашечку. Пусть она небольшая, но очень ароматная, вкусная. Пойду лакомиться. А на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Помните, красота спасет мир. До новых встреч, друзья!